всем привет внимание мы начинаем работу с ядерным реактором хочу показать вам такую довольно таки интересную игру в которой мы управляем ядерным реактором я тут уже поиграл в нее не хочу сказать что в принципе игра довольно таки интересная значит нам дают реактор управа мы можем управлять с помощью вот этих двух крутилок бегунков и здесь мы можем смотреть на параметры вот это вот крутилка управляет турбиной которая прогоняет воду через реактор а также двигает турбину которая дает нам энергию а вот этой вот крутилкой мы управляем урановыми стержнями то есть вот мы вытаскиваем стержни и начинается реакция здесь у нас температура реактора температура турбины давление в реакторе уровень радиации который влияет на вот этого чувачка радиационном костюме тут вроде бы все просто но нужно следить за параметрами так пожар нужно срочно покупать систему пожаротушения так 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 все это землетрясение в общем здесь разработчики сделали нам веселуху реактор уничтожен начнем заново так сильно не разгоняем реактор так вот так система пожаротушения землетрясения землетрясение 16 секунд мы не можем управлять реактором до начинаем заново так хочу показать улучшения какие здесь есть здесь у нас есть клапан сбрасывает лишнее давление предотвращая взрыв повышает уровень радиации здесь у нас есть падение стержней при отключении энергии контролирующие стержни падают в активную зону под собственным весом гася реакцию то есть такой защитный механизм потом защита от радиации этот человечек вот тот который стоит ему уйдет урон от пожара от радиации если мы построим вот эту вот ерунду то урона ему идти не будет так дальше система пожаротушения ну это вы уже видели это тоже самообеспечение электроэнергии энергия турбогенератора используется для функционирования аэс полезно при отключении электричества вот это я вот часто покупал потому что это действительно полезно когда идет землетрясение аварийное охлаждение когда перчик чили оказался слишком острым это охлаждение реактора ну вот это я не покупал обычно так здесь мы можем купить счет турбину помощнее которая будет выдавать нам гораздо больше электричества и больше денег будет давать за которые мы будем покупать вот эти вот улучшения ну и здесь вот замена твэйлов то есть стержни тоже не вечные они постепенно постепенно уменьшаются и нужно заправлять реактор новыми стержнями ну в общем так вот давайте еще разок запустим реактор так сначала разгоним его хорошенько так теперь забавим обороты ой давление давление растет давление растет так надо срочно покупать клапан вот покупая клапан он сбрасывает лишнее давление 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 в реакторе температура реактора растет но чем больше мы турбину разгоняем тем она сильнее охлаждает реактор но сама при этом разогревается при этом здесь идет время и нам нужно добыть энергией добыть энергию быстрее чем закончится вот эта полоса времени то есть тут такое условие еще на время все это нужно делать так улучшение турбина полторы тысячи ну вот я бы купил турбину если не будет пожара в ближайшее время из пожары землетрясения тут рандом на случаются турбину можно разогнать помощнее а вот здесь вот вот это сколько осталось мощности урановых стержней так турбина перегревается чуть-чуть сбавим ее в общем тут нужно держать такой баланс чтобы заработать энергию заработать денег и чтобы реактор не взорвался принципе если перегреется только турбина ее можно заменить но это стоит денег так поставим улучшение турбину которая будет вырабатывать больше энергии больше денег продолжить эти мощность теперь 26 деньги идут быстрее энергия быстрее идет и емкость температуры которую может выдержать турбина она увеличилась до 700 так пожар что ж 400 нам нужно еще заработать денег пожар мы не сможем сейчас потушить нужно есть так система пожаротушения активируем так хорошо давление нам не страшно потому что у нас есть клапан уже который спустит лишний пар с реактора так скоро она будет менять стержни что эти стержни уже почти израсходовали свой запас энергии замена твой лов причем когда происходит перезагрузка топлива вот этот человечек вот у него полоска жизни он получает урон получает урон от от пожара и а также от перезагрузки топлива поэтому стоит ему купить поместить его сюда для этого вот покупаем улучшение вот такое вот улучшение защита от радиации все у нас теперь то есть если он вырубится у здесь вот этот чувачок то мы не сможем управлять реактором вообще никак так меняем топливо начинается пошар тушим пожар время идет нам нужной энергии энергию заработать быстрее чем идет время так топлива перезагрузилась и теперь у нас мощность реактора резко возрастает этому вот так вот сбавляем обороты давление нам не страшно давление нам нужно разгонять реактор чтобы получить больше энергии так ну нам прям везет землетрясений не было уже давно пожар то не страшно 650 покупаем защиту самообеспечения реактора энергии так так реактор перегревается чуть-чуть сбавляем добавляем в принципе теперь деньги капают нам нужно только выработать как можно больше энергии чтобы вот эта синяя полоска быстрее чем вот эта серая дошла до конца турбина разогревается так так землетрясение а у нас стоит защита энергообеспечение реактора так что нет наверно не успеем выработать много энергии не успеем но суть вы поняли принцип я показал в принципе игра стоящая единственное что разработчики пока что мало миссии сделали там всего то ли 10 то ли 11 уровней так улучшение эффективность в принципе в принципе можно купить еще охлаждение реактора систему мы можем разогнать спокойно а все вот видите то есть еще ожидается летом 2018 года то есть что-то еще будет видимо реактор в подводной лодке еще что-то сделают в этой игре пока что здесь 10 12 12 уровней по нарастающей сложности в принципе вот так вечерок один посидеть поиграть игра неплохая всем спасибо за внимание с вами был джеймс ставьте лайки подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео а у а у а у Продолжение следует...